Всем привет, всем привет! Соль на чёрной тайне на провади. Карло. Карло нас сегодня ведёт ресторан в чинезе. Я правда так оделась, думала, что мы поедем к нему домой, но он пригласил нас на обед. Я одела футболку новую, которую я купила. Да, да, в интернете. В интернете, в интернете. И она даже в стороне, она левата литенда есть. Видите, новая моя футболка, одела специально кардиган, думала, ну, домой к нему поедет там собаки. Куртку, кстати, ту, которую София носила, моя куртка с 90-х годов, кстати. До рождения Славы я её покупала. Я давно уже рассказала, она стоила или 110 или 120. Ну, в общем, до 130 долларов она стоила. Дорого это было. Это был 96-й год, наверное. Сейчас покажу, как сделать рамку. Мы здесь были в витрину вешали, кто помнит, Лена. И что я хотела сказать? А, ну, я оделась так вроде, ну, я её постирала, типа. Она, кстати, её носит, таскает, ей нравится. Кстати, у неё все девочки спрашивают, где такую куртку теперь взяла. У нас сегодня дождь, ужасная погода. Но я всё равно машинку чёрную забросила. Ну, я оделась, думала, пойдём к нему. Ну, в итоге пришли сюда, он все зампали. А, ну, а сейчас вы видите, да? О, лен, вы смотрите. Валяется. Да, я в минуту пьеду. Ай, чам, ай, чам. Это Франко. Это Франко, Саша, Кармо. Вот так переглядали зал, я показывала, да? Что здесь убрали шторы. Получается, что вы смотрите. Хабсетки, ученики, ученики. У меня есть аргаланса? Общип克. Я мчму, не слабо. А, ну, когда я иду в Канева. У меня, когда я иду по машинах, я видел. Я иду... Он говорит, когда ты иду в Каневан, я так не боялся. Когда я иду в Каневан? Что ты пришла, когда я иду в Каневан? Он даже не понимаем. В общем, alertа… Он, он говорит, чтобы не ботали. Он кренок, мне повыпались. Он кренок красот. Хабсетки, захватывались. Хабсетки, выusstают пускают. Да, но тренинг очень красивый, ты расслабишься. Да, ты можешь перелиться на ноги. А как ты делаешь? Да, туризм. Мы разговариваем на то, что... Elena, ты, как мы с мамой? Мы идем в машину с Audi, была пульта, системата, мы с лавой, так профумата, а мы с мамой с тренингом. Мы сейчас разговариваем по поводу того, что должна быть вечеринка 1 мая, в Милане, наверное. Мы сейчас там все узнаем, все условия. Потом я вам скажу, кто хочет приехать на вечеринку 1 мая. Ну, естественно, Карла же едет, этим самым будет, там Адой, развлекает девчонок. У него там уже друзья, своя компания. Кстати, слушайте, напишите мне, пожалуйста. У меня, короче, я сделала этот шель лад. Помните, я его покупала вместе, он в эфире в инстаграме? Я купила снова и купила сам лад. Там типа по 7 евро что-то лад, по 8. Ну, типа сделала базу, засунула в эту машинку, просушила. Вот, нет, сначала зачистила, как мне писали многие, какого-то там шуточка. Потом положила основу, засунула, высунула, положила лак, опять высунула, потом закрепила этой же основой. Я пришла с вечеринки, ногтя не хватало. Вообще, как будто сняли. То есть ноготь есть, имеют само покрытие лаком. И потом через 2 дня, они вот так вот просто, раз, раз снялись, и накрыли. Белие чё-то не хватало. он хорошо-а. Э覺得 мне плохой степень. Эх, эх, эх! Эх, 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 эх! Ди-хай, смотри, referenced решительно, сделал кромсово. Девочка, это любой. Девочка, масляный. Девочка, свято. А, могу стоять, Марио? Пусть стоять, поехали. Но мне нужно идти на Радис. Сюда, я теперь над Марисом. Пусть продали ему. Всего видно. Мы посмотрим. Карлос пригласил, Сашка ночевала у Карлос. Сапivot, показывала. Кстати, я читаю ваши комментарии, я видела. Савин, живет несколько мальчиков в другой семье. Откуда у вас такая информация? Где вы вообще это все берете? Да, Савин. Я в ресторане, а ты что? Я сейчас приду домой и тебе перезвоню тогда. Мы только зашли в ресторан. Ну, с Карлой и Сашей, как у тебя здоровье? Ой, блин, я сама сегодня боялась. Ты мне как раз сказала, а я тоже потом боялась. Ну, копи теперь, копилка у тебя будет. Давай, я сейчас это самое, видео снимаю. Ну, я не знаю, сбрось меня, я посмотрю сначала. Ты не поняла, о чем. Да? Ну, сейчас я подумаю, тебе перезвоню. Давай, сейчас я камеру выключу. Ну, я на камеру снимаю это. Сейчас выключу камеру, подумаю и сделаю. Сейчас я эту мысль потеряю. Смотрите. Смотрите, смотрите, я вот, видите, мне приходится общение с YouTube. Я на YouTube эти дни не была, потому что я захожу с телефона там, смотрю что-то, но мне комментарии не нужно читать. Вот пишут. А Марина... Очень далеко. Но я ей не говорила, что я это общая. Вы большая общая. Аспитаемо 2 минуты. Абе, кому с темплей. Я сейчас присела на Facebook. Мне очень рада. Ну, ладно, сейчас закажем, я переключусь. Так, ув, включаемся. Смотрите, я сейчас в последнее время присела очень на Facebook. Мне даже Карлос говорит тебе, что ты там в Facebook. Я вот это... Когда я захожу в Facebook, сейчас покажу. То есть... Ладно, сейчас по порядку мысли сформулирую. Мне делают в месседжере комплименты, девочки, спасибо большое. Вот я захожу, да, допустим, читаю комментарии, да, которые там под моими видео, под моими фото. Я загрузила на Facebook, там, где я танцую. Кстати, тоже пришли комментарии на Instagram, типа, у вас есть другие движения. Вы мне пришлите видео, как вы танцуете. Я посмотрю на вас, возьму какие-то движения от вас. Это мой стиль, мне так нравится двигаться. Я себя в нем прекрасно чувствую. Ну, нет, я не могу как это, я не могу объяснить. Под любую, под разную, под электронную, или как там, я хотела сказать, электрическую музыку. Вот эти вещи, двигайтесь совершенно по-разному. Под современную нашу, там, 90-х годов, там, я не знаю, там, или сейчас, тоже как-то по-другому, не знаю. Но я так чувствую, не знаю, мне так нравится. Я себя комфортно чувствую с этими движениями. Вот сейчас смотрите, сейчас расскажу. Вот я присела, типа, мне пишут, ну, кто-то там мою фотографию прокомментировал. А, я что делаю? Я, типа, захожу. Я, типа, захожу. А, что это такое? Вот идёт мой пост. Вот мой пост, да, допустим, сейчас. И потом я хочу кому-то ответить. Я не хочу писать, и вся дурочка такая, мне даже Карла говорит. Я пишу, типа, комменты, ну, типа, отвечать. И здесь есть такая черточка маленькая, видите? Пимпочка. Я на ней нажимаю, не знаю, как называется. Напишите, кстати, на русском, не знаю. Тебе будут выступать такие вот картинки. И ты потом эти картинки выбираешь, ну, чтобы, типа, ответить на какой-то смс. Самые прикольные картинки. А, да, давай поставим на стуканчик. Карлос. 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 И, короче, Карлос мне тоже говорит. Я заметила, говорит, что ты, типа, высылаешь вот эти вот штучки, да, Карлос. Допустим, смотрите, вот здесь вы пишете название, там, типа. Я хочу, типа, там, шок, да. Я пишу, типа, шок. У меня все высвечивается, типа, все в шоке. Я этим отвечаю на комментарии. Типа, вау. Да? Короче, да. Я вообще присела, дурочка такая. Я себя очень классно чувствую в футбуке. Мне очень нравится. Это, во-первых. Потом я читала ваши комментарии по поводу того, что вы от меня требуете каких-то объяснений. Я вам сейчас расскажу. Смотрите, когда есть конфликт, когда есть конфликт у людей. И эту ситуацию люди хотят решить между собой. То эту ситуацию решает, ну, фроду, как так сказать. Два человека. Если же два человека эту ситуацию никак не решили между собой. И это выходит там или в интернет, если вы публичные люди. Или это выходит за рамки, там, вашей семьи просто в жизни, там, в подъезде, там, люди начинают говорить. Это сейчас упадет, Саша. Вот. То это, стоит говорить только о том, что уже без толку оправдываться, делать какие-то заявления, куда-то писать, что-то говорить, снимать какое-то видео. Потому что само уже, само, сами, как это сказать, аэропорту. Саша, иди, заряди телефон, пожалуйста. Этот, спросил Франко, там, наверное, где-то есть розетка аэропорта. Скажите мне, как будет на русском. Подожди, сейчас не могу. Ну, Аша на кассе не могу. Как же мысли свободны делать? Отношения. То есть эти отношения, они уже все, они уже, Карло, мы сейчас камера упадем. Эти отношения уже не вернуть. То есть если о вас что-то сказали, где-то написали, не знаю, сняли видео, написали на заборе, прямя буквами. То есть если это уже, если человек о вас имеет это мнение, и вы, и эти отношения вам не изменить. Подожди, сына у Роми 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 и Мамия Карло. Если вы эти отношения уже потеряли, то, блин, меня сбили с мысли. Ну, в общем, короче, это ненужные вещи. Если вы не сможете сохранить свои отношения с этим человеком, этот конфликт, он просто вам не нужен. Если у вас живет сверху сосед, у него собачка Пудель, вы живете на пятом, он на шестом этаже. Каждый день он спускается в 9 утра, он просыпается, спускается с этим Пуделем, и Пудель не удерживает свою мочу, и он писает постоянно вам на дверь, потому что ваша квартира угловая. Или вы оттуда съедете, или оттуда съедет сосед, или вы дождетесь, пока собачка умрет, потому что к этому завершению вы никогда не придете. Вы раз сделали замечание, два сделали замечание, три там сделали замечание. Это как попытка тоже сохранить какие-то отношения. У вас это не получается. Совсем зачем? Вы никому ничего не докажете, и это просто не нужно. Потому что в любом конфликте, когда вы выясняете отношения, вы хотите сохранить эти отношения в первую очередь, и человек вам должен идти на уступок, он должен хотеть вас выслушать или еще что-то. Здесь я вижу вообще просто, вы мне просите вам что-то рассказать. Зачем? Мне оно не надо. То есть, конечно, я могу рассказать и доказать, и распыляться. Ну просто зачем? Если все, если у человека о вас сложилось мнение определенное, даже если у вас, и вы не мои домышленники, и у вас сложилось обо мне какое-то мнение, зачем мне париться, распухать свои перья, что-то доказывать, если вы... Все, у вас это мнение сложилось, вы это мнение не измените. Для чего? Для чего париться? Сохранить отношения? Да, но я вас не знаю. Вы меня знаете. Я вас не знаю, кто сидит по той стороне страны. В каком селе, в городе, в ПГТ, в больших районах, там, не знаю, за границей, в Невоскребах. Я же не знаю о вас ничего. Зачем распухариваться? Я просто не вижу... Ну, то есть, я не могу понять, зачем она меня. Если вы хотите развить ситуацию, кому-то что-то объяснять, доказывать, что это неправда, это правда, вы хотите для чего-то, вы хотите сделать это для того, чтобы наладить отношения. Если вы знаете, что отношения не наладятся, то есть, или вы не хотите идти на примирение, другая сторона не хочет идти на примирение, это все, козы нутили, это бестолк, это не нужно все. Посмотрел, почитал, пошел, почистил картошку, помыл окно, все. Мальчик, молодец, девочка, молодец, иди играйся, будь полезна. Все. Зачем напрягаться? Зачем? Бестолк, это все бестолк. Тот умный не спросит, дурак не поймет. Естественно, когда две стороны имеют какой-то конфликт, я с вами. Потому что я комментарии говорю, читаю, но я заходила эти два последнего дня через телефон, очень неудобно заходить, и там есть все сообщения, видишь. Зачем мне что-то доказывать или с кем-то ругаться? То есть, если вы пишете этот уже комментарий, то все, вы об этом, вы только обо мне думаете. Зачем мне рассказывать вам что-то другое? Я не хочу этим заниматься, просто не хочу. Все. Я не хочу на это тратить свою жизнь. Все. Наверное, я вам как-то ответила. Потому что любой конфликт, он ведется к чему-то, чтобы решить и сохранить отношения. Если отношения не хотят сохранять, все. Зачем? Все. У одного одна правда, у другого другая правда. Смешно иногда бывает. Считаешь, смешно, конечно, смешно. Потому что, конечно, когда там из контекста всего повставляет своего, навыдумывает, а фантазирует, глаза на лоб лезут. Но если человеку в данный момент удобная эта фантазия, почему бы и нет? Играйся дальше, будь полезным. Ну все. Ладно, Карлос, давай. Мне тоже наливай вино. У нас сегодня вино, кстати, белое. Оно не газированное. Саша, закарикарь мне телефон-то поставь. Молодец. Все, все. Давай, Карлос, чин-чинь. Салюты. Карлос, сам постригся и Сашу. Покажи, как постриг. Это ужас. Столько волосы хотела трачить. Саша, красивые. Слушай, принеси мне один стаканчик. Я поставлю. Франко тебе даст. Между прочим, меня спрашивали, как вы воспитываете девочек? У них переходный возраст. Вот так вот, как умею, как у меня получается, так и воспитываю. Насколько у меня хватает сил, стратегии какой-то, насколько у меня хватает морального, устойчивого состояния. Так и воспитываю. Насколько у меня получается. Но я стараюсь. Я стараюсь. Мне, кстати, многие на Инстаграме девчонки пишут, что у них многие, у многих дети такого же возраста, там, 12-14. Одна даже девочка написала, что ее дочери 17. И она до сих пор с ними как-то пытается там отношения выстроить, будет переходной возраст. Или я не буду снимать просто. Я сделала кардиган, думала, пойдем у Карлоса будем матришану делать. У нас нет отношений. Мы дружим, в плане, что мы видели в последний раз на вечеринке. Не, он воду еще приезжал, на неделе воду мне покупал, у меня вода в воду. Пригласил, мы пошли. Он говорит, ладно, давай тебе тогда в ресторан отвезти. Мы сели, мы ехали, ну, типа я вышла, думала, что поедем к нему. Естественно, думаю, собаки там дома оденутся, ну, если собаки будут прыгать, чтобы они мне ничего не порвали. Ни куртку не выпущены. Вот эту кофту я купила. Примитивная, обычная. Так, и все. Почитаю, почитаю, не переживайте. Я все комментарии ваши почитаю. Только вы, если вы уже там какой-то высер делаете на YouTube, занимаетесь YouTube, у вас YouTube как работа. Пошли, настречили и ушли. Там хорошее настречили написали, или плохое настречили. Не надо еще мне, потому что потом с YouTube идете на Instagram, потому что я в Instagram чаще, естественно, онлайн. Вы там начинаете строчить без тарелок, это просто быстро. Это, кстати, Франко мама. Они подают в таких тарелок, а потом надо, как Карл делает, выкладывать в эту тарелку. А? Нет, было всегда конзукини, рабоны. Порция огромная здесь. Я уже много раз снимала про этот ресторан. О, Карл, как это джентиль, вот же, мама моя. Принес мне мимозу на 8 марта. И свою мимозу в окошко сам и выкинул. Потому что я в первых я мимоза говорила. А, ну давай выключи. Гоняшка краснела, как за мимозу вспомнила. Говорила, что этот самый, Карл принес мимозу. Маленький букет, эконом пакет. Такой, знаете, типа 15 сантиметров. Я говорю, зачем мне мимоза? Я мимозу люблю, когда она на дереве. А что это за скромность такая? Он растиховался и выгласил. Щечки, дружочки, кто-то обсуждает. Прямо горю. Щечки, дружочки, ушки подружки. Давай, дай, дай, Карло, дай. Вкусно. Жарко здесь. Не жарко, как-то душно, да, Карло? Конечно. Пу-ка-ар яко. Ну? Саша, ты лучше помыла? Иди помыла. Много раз поснимала уже в этом месту. Мы сюда с Линой заходили, когда вешали рекламу на вечеринку. За вечеринку тоже будет видео. Потому что, вы говорите, обещала про вечеринку, нет видео. На каждое видео нужно свое настроение. Или же наоборот. Не без настроения. То есть без настроения. Нужен настрой. На любое видео. Настроение или не настроение. Вчера была, что вчера была? Суббота. Лена ко мне приходила. Мы с Леной долго сидели у меня. Потом я как завалилась на кровать. На диван. Боже, какая лепота. Лепота, красота. Утром сегодня встала в 5 утра. Потому что моряк у меня вытащил еще одного котенка. Затащил его до коридора. А, кстати. В комментарии. Где видео про котов? Почему не показывают котов? Почему не показывают? Почему не подчинили машинки? Что должна вообще отсчитываться? Машинку подчинила. Коты нормально. Сейчас уходила, дверь закрыла. Чтобы не таскал из коробки. Маруся думали будет оперировать. Поставили рак. Рак не подтвердился. Подтвердился разорваный мастит. Вылечили. Все. Вы просто таким тоном задаете. Вы прям требуете. Вы прям требуете каких-то объяснений. Требуете каких-то от меня комментариев. Но так нельзя. А, опять же. Это я вас не критикую. Вы просто должны быть готовы, что к любому вашему комментарию. У меня есть на вашем комментарии свое личное мнение. Тоже понимаете? Как у вас есть на подачу информации, которую я несу с экранов ваших голубых телекранов. Точно так же и у меня есть мнение о вашем комментарии. Нормально. Вы должны тоже быть готовы. Давай, позавляйте пару чин-чинь. Это полокерри, да? Это фунгу, да? Да, да. Мне принесли... Как называется, Саша? Камандези. Здесь ананас. Гамбери. Полу. Хочу ее, Сашуля. Не надо, не надо, не надо. Хочу ее. Спасибо большое. Смотрите. Сейчас пришли. Карлёна на пятницу. Да. Сегодня Карло вообще сделал прямо... Мы сделали видео. Сегодня Карло сделал прямо вообще... Нет. Видео сделает в стори. Весь Сашенька делает в стори. На Инстаграм подписывайтесь. Мы там прямые трансляции часто видим. Вот так красивый айфон этот снимает. Это шестой плюс. Но ничего не... Но... А здесь, ты начинаешь историю? Подождите. Сейчас сделаем. Переделаем сейчас. Блин, так классно. Как она... Чик-чик-чик-чик. Давай, Лина. Салютами тут. Джоэн. Мама. А я видел? Ты говоришь? Мама. Но все равно уже волосы хотела тратчивать. Зачем? Мама. Какие они красивые. Мама. 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 Чек-чик-чек. Так-ась. Алза, алза, алза! Алза, алза! Панчетка для здоровья, да, стей мэ. Говорит, что живот это Ван, а субтитва как там. Молосы, моль, и белые. Красиво, красиво, головой. Это не нормально. Капискана, капискана. А трава там келлюли, а михи русские, а ahora... Чего они не такие? Си. Зара, да. Не так, как макия, мне не так. Филы, мне не так. Саша, еще заказала себе одну фурцу. Давай, приятного аппетита. Сашке принесли такой красивый десерт. Это клубника и панна. Красиво. Будет вкусно, наверное. Здесь, кстати, классно, что стол крутится, но если сразу не убирают, начинается такой дизанстро здесь на столе. Это нам Франко приготовил что-то специальное, как типа гостям. Давно мы у него в гостях не были. Карло, что это? Это бир? Нет, это риск. Это рум, легендарный. Это рум. Это рум. Это рум. Это рум. По сравнению с другими румами, он очень сладкий. Немножко сладкий. Эти румы с семенами с зеленым чаем. Попробуй. Бомба. О, какие они сладкие. Карелия, это было бы не есть. Попробуй. Попробуй. Убийку.